В эфире Петровка 38 и я Алексей Качкин. Здравствуйте. Начнем выпуск с эксклюзивных кадров допроса трех мигрантов, которых полицейские задержали по горячим следам за изнасилование сотрудницы спортивного телеканала. Преступление произошло в ночь на 6 июля. Девушка поздно освободилась с работы и отправилась домой через парк Останкино. Там на нее набросились трое мужчин. Двое по очереди ее насиловали, а третий следил, чтобы не было лишних глаз. В чудовищном преступлении отморозки винят не себя, а алкоголь. Мол, выпили после работы на стройке и не соображали, что делают. Буният с вами. Буният день рождения. Одно-одно пиво и коньяк. Пиво, коньяк. Штуки. Ломанного русского гастарбайтеру хватает, чтобы нагло врать. Судя по документам, Буният, это второй насильник, родился 19 июля. После всего произошедшего он собирался отмечать день рождения в другой стране. Полицейские задержали его по дороге в аэропорт Домодедово. Девушку вы насиловали? Нет. Кто насиловал девушку? Мол, выпили. Третий фигурант, который стоял в стороне и следил, чтобы никто не помешал его друзьям издеваться над девушкой, тоже не понимает, за что его задержали. Вину свою признаете в содеянном? Понимаю. Ну, вы знаете, что вы совершили преступление? Не знаю. Все трое задержанных граждане Узбекистана. Старшему из них 25 лет. С фигурантами проведены следственные действия. Им предъявлено обвинение. По местам проживания работы обвиняемых произведены осмотры, установлены иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации в нарушении миграционного законодательства. Задержанные ответят за групповое изнасилование. Им грозят долгие годы за решеткой. Забил соседку насмерть за недостаточное гостеприимство. На западе столицы полицейские задержали мужчину, который несколько часов измывался над своей знакомой. Душегуб пришел к женщине в гости. Там он изрядно выпил и стал себя неадекватно вести. Хозяйка квартиры намекнула соседу, что ему пора уходить. Я был сильно выпивший, и она меня начала проваживать. Мне это не понравилось. И на почве того, что я разозлился и начал ее душить в коридоре. Затем мужчина избил свою жертву и, как ни в чем не бывало, пошел в магазин за очередной бутылкой водки. Когда он вернулся, женщина еще дышала. Тогда он добил ее скалкой по голове и скрылся. Стражи порядка задержали злоумышленника по горячим следам. За убийство ему грозят годы за решеткой. Двое жителей столичного региона много зарабатывали и решили поделиться своими секретами со всем миром. Товарищи создали блог, где показывали свою роскошную жизнь и за деньги учили всех желающих, как с минимальными вложениями получать огромную прибыль. В их курсах участвовали десятки граждан со всей страны. Вот только все, что рассказывали молодые люди в сети, оказалось липой. Зарабатывали они лишь на доверчивых учениках, которые покупали их авторские курсы. Алла Смотрикова разбиралась. Плать! Плать! Что тут? Руки! Руки! Держу! Держу! Так началось утро у одного из жителей Москвы. Это что? Не понимаете, за что? Нет! Этого парня задержали за то, что он вместе со своим другом с января 2022 года морочил головы десяткам людей. Аферисты открыли свои онлайн-курсы по криптоинвестированию и обещали научить всех желающих зарабатывать миллионы на бирже. Однако всех учеников ждала одна и та же участь. Они вкладывали деньги в криптобиржу и поначалу им действительно везло. Первоначальная сумма многократно увеличилась. Однако никто из посетителей курса так этих денег и не увидел. Как только они хотели обналичить прибыль, преподаватели им сообщали, что акции рухнули, а их деньги сгорели. На недоумение учеников основатели авторского курса только разводили руками. Игра на бирже – это всегда риски. Однако люди даже не подозревали, за все время прохождения обучения они ни разу по-настоящему не играли на бирже. Вложенные в бизнес-проект деньги клиентов похищались. А все операции с электронными валютами на самом деле проводились на биржевых симуляторах. Эти программы имитировали работу крупнейших криптобирж и представляли собой их демо-версии. Учащиеся заподозрили, что с курсом что-то не так, и обратились за помощью в полицию. Стражи порядка задержали двух преподавателей. Оказалось, они и сами понятия не имели, как играть на криптобирже. Зато в том, как обводить людей вокруг пальца, этот дуэт был профи. За что сотрудниками полиции задержаны? За одно на граждан телеграмме под предлогом трейдинга, инвестиций, казино. Вы понимаете, за что задержаны сотрудниками полиции? Да. За что? То, что обманул человека. Нет, под видом чего вы делали? Создавали это блог для чего? Инвестиции. Сейчас известно как минимум о 40 пострадавших из разных регионов страны. У фигурантов прошли обыски. Полицейские нашли у них дома 18 банковских карт, а также несколько сим-карт со смартфонами. Друзьям грозит тюремный срок за их авторский курс по обману. Алла Смотрикова, Андрей Черненок, Петровка, 38. Полицейские западного округа столицы завершили расследование уголовного дела о продаже фальшивой валюты. По данным следствия, злоумышленник купил поддельные деньги номиналом 100 долларов США. Потом разместил в интернете объявление об обмене валюты. При этом курс был значительно выгоднее официального. На предложение откликнулся гражданин, с которым они встретились на Мосфильмовской улице, где злоумышленник получил от покупателя 1 миллион 570 тысяч рублей. Позже мужчина выяснил, что его обманули и обратился в полицию. Аналогичным образом фигурант обманул другого гражданина, получив от него 451 тысячи рублей. Стражи порядка задержали подозреваемого в одном из столичных магазинов, куда тот пришел тратить украденные деньги. Им оказался 25-летний приезжий. Оперативники изъяли у него 100 фальшивых банкнот и мобильный телефон с перепиской, в который фигурант обсуждал с друзьями криминальный заработок. Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнику грозит миллионный штраф и до 15 лет колонии. О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. В Кузбассе перед судом предстанет 32-летний рецидивист, обвиняемый в разбойном нападении на микрофинансовую организацию. Мужчина зашел в офис в Балаклаве и, угрожая ножом сотрудницы, заставил ее открыть сейф и похитил более 100 тысяч рублей. Подозреваемого задержали на съемной квартире. Там было и орудие преступления, и часть похищенных денег. Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд. Житель Северодвинска подвозил трех мужчин и стал жертвой нападения. Пассажиры потребовали у водителя телефон и выручку. Получив отказ, налетчики ударили потерпевшего по голове, а потом стали душить ремнем безопасности. Мужчине удалось выбежать из автомобиля, но злоумышленники догнали его и отобрали документы и два смартфона. Грабителей задержали по горячим следам. Все они уже были не раз судимы. В Ярославской области стражи порядка задержали участников преступной группы, которые организовали канал незаконной миграции в нашу страну. В течение двух лет пятеро местных жителей помогали иностранцам заключать фиктивные браки с гражданами России. Такие аферы помогали нелегалам получать разрешение на временное проживание без квоты. Возбуждено уголовное дело. А на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин